Столько счастья у моего сына бывает, когда с него снимаю этот подгузник. Сейчас я сняла, я часто в течение дня снимаю подгузник, оставляю его на клеенке. Клеенка сверху, пеленочка обычная. И так оставляю прохлаждаться воздушной ванной, чтобы все время он не был подгузникой. Бывает еще я где-то на 2-3 часа его спать оставляю вот так. И он, представляете, вот эти 2-3 часа он не писит. Такое часто бывает. Солнышко, доча спит. Сейчас покажу. У меня сынули на штанишке. Вот моя красавица. Мы после остеопата пришли и она спит. Это что ты подгузники делаешь, да, маленькая моя? Ходили сегодня к остеопатам, посмотрел сперва меня, а потом деток я показала. Так-так-так, мои штанишки. Так-так-так-так-так-так-так-так-так, вот, чтобы яички не попадали в кадр. А то нельзя, неприлично. Давай, рассказывай. Давай, мамина, рассказывай, рассказывай, рассказывай. На меня не смотрят, смотрят только в телефон. Смотрите на него. очень хорошо он себя вел на кушетке его остеопата кстати ничего больно он не делал детям мне конечно совсем другие процедуры были меня совсем по-другому он смотрел а малыши совсем по-другому дочка правда плакала когда он голову и проверял там на какие-то точки надавила она заплакала и все так вели они себя очень хорошо он практически знаете никуда не давил просто руками послушал их тело можно так сказать слушал а меня он скрутил нужно сказать бараний рог у меня трещало хрустело все я чувствую сейчас легкость в организме обязательно пойду еще на вторую процедуру и деток своих по виду один прием у него стоит 4000 рублей говори лучше ты пойдешь костяпату а он еще глазки строил его ассистентки он с ассистенткой был врач этот си лежал там на кушетке глазки стрел я улыбался глазки стрел и настоящий турчонок растет ловила с будущей синуля ты такой да сейчас проходили ко мне мои подруги зулечка и энджи анжела я заказывала сайта айхерб витаминки себе и детям и на зули на имя заказывал зулин андре зули на имя почему я так делал потому что у меня с детьми постоянно бывают какие-то дела и пойти забрать посылку мне проблем надо и у зули мама мамуля работает в отделении почты поэтому удобнее туда и вот зулечка мне принесла мою посылочку я потом вам покажу чуть попозже что там было ночь хочет играться он хочет общаться к ночи они становятся у меня активными оба ножки задирает во все мамина хоть массажистка и приходит к нам уже более позднее время все равно ничего у них не изменилось они как не спали ночью так и не спят но мама им все прощаю за их улыбочку мама все готова простить и забыть зимамина дальше нельзя 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 неприлично все закрываюсь поиграю сынули сейчас доча проснется ее нужно будет кормить привет мои хорошие сегодня 11 декабря я такая дохлая вялая очень плохо спала с утра ходила в загс все-таки я решила поменять свидетельство о рождении все сдала документы в принципе там особо ничего не надо было сдавать паспорт придавила госпошлину 350 рублей оплатила и сказали завтра приходить к четырем часам будет все готово вот почему я решила все-таки поменять свидетельство о рождении потому что часто в посте в фейсбук видела посты наших девочек которые говорили чтобы при получении гражданства целая же с этими свидетельствами о рождении поэтому я думаю пока я здесь пока у меня есть возможность поменять почему бы не сделать вот вся стопаю домой думаю часик-два посплю потом мы идем к остеопату в пять часов у нас назначим прием вчера звонила менеджер напомнила про прием придем или нет я решила себя тоже показать стеопада пусть меня тоже посмотрит после родов все-таки я себя не пришла у меня часто спрашивают поясница болит колени ноги вот нижняя часть очень болит не проходит вот такие делишки сегодня три градуса прохладно я все-таки за последние лет года четыре или пять надела первый раз свою шубу конечно я тетка стала еще то шубе уже не походишь надо худеть надо худеть все поперла я домой там у нас массажиста пришла сегодня седьмой день уже наверное закончила на массаж закрываясь всем хорошего дня привет привет мои хорошие сегодня у нас прохладно однако с утра ходили с малышами и с мамой в детскую поликлинику кто нас осмотрел нас смотрел хирург и невропатолог вот на сегодняшний день узнаете по ходу обошелся без происшествий все было спокойно нормально кроме того что единственное в кабинете у врача медсестра сказала что наш временный страховой полис не действительно просроченный а срок у него проходит 14 декабря сегодня второе я учитываю этот момент потому что краем уха слышала что могут докопаться я позвонила до того как зайти в кабинет врача позвонила на справочную службу фомс и спросила имеют ли нам право отказать оказание медицинской помощи ну конечно же нет не имеют право сказали что вплоть до 14 числа наш страховой полис действительный там никто не имеет права отказать зале если будет отказ прям там же с кабинета звоните на горячую линию о чем я и сказала медсестре нас сразу же приняли не принципе нас и так уже принимали но претензий уже не было вот вот такое вот у нас происшествие было сегодня сейчас иду вызвала такси не к дому прямо к дороге вызвала такси и мы вместе золечка пойдем центр красоты салон красоты золечка будет делать по моему шлифовку он так называется а я поснимаю для вас посмотрю и оттуда загс за новым естественно рождений мое средство рождение уже готово вот моя укладка никак не держит вот здесь вот смотрите как все пошло тело у меня ужасно у меня краска моментально сошла когда я посетила парикмахера она помыла мне волос профессиональным шампунем тогда у меня краска сошла и дома тоже потихоньку она сходит вообще не понравилось мне последнее мое окрашивание и то что волос падает вот здесь уже везде 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 короткие волосы вылезают вылезали самое главное что не лысею волосы растут и значит будет шевелюра все закрывать такси звонить сейчас зулечка ходила сдать кровь у нее взяли кровь из вены и будут и делать плазмолифтинг это делать для того чтобы лучше восстановилась кожа для лучшей регенерации как выяснилось приехали мы в центр косметологии находится на советской 14 это рядом с сумом кто живет махачкале прекрасно знает где цум 2 рынок где центр косметологии зулечка покажешься нет она стесняшка опять заходим привет мои хорошие еще раз мы уже начали процедуру наша зулечка вы ее уже знаете что мы сейчас делаем мы наносим анестезирующий крем так это обезболивание насколько я знаю я в косметологии полный ноль поэтому все вопросы буду задавать доктору и сколько времени она должна вот так вот с масочкой до 40 минут она должна находиться под анестезией ухты процедура достаточно агрессивная поэтому нужно максимально обезболить девочку чтобы процедура пришла более комфортно а по длительности от начала до конца сколько примерно занимает процедура около часа кстати сейчас идет скидка на эту процедуру вообще процедура сама как называется углекислотный вот сейчас идет скидка предновогодняя в обычные дни она стоит 16000 сейчас 10 так что бегом все на процедуры становится еще краше к новому году сейчас . будет минут сорок вот так сидеть максимум наверно 40 потому их продолжим так прошло 40 минут зулечка держала эту маску 40 минут на лице сняла анестезию очень-очень непонятное ощущение заморозила заморозилась в конце кожи но не боль не чувствуешь если например сейчас начну саму процедуру делать начали сам начали саму процедуру я представляю даже не представляю как это больно посмотрите это все тут верхний слой кожи сжигается насколько я понимаю простыми словами дымок дымок видите зулечка терпит молодец да красота требует же вот закончилось все почти осталось плазма зуля держала стойко даже ни разу не пикнула не пискнула честно сказать я тебя сочувствую как ты это выдерживаешь разговаривать не состоянии наверное даже бедная моя девочка